МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Приветствую вас на очередном мукбанге. Добрый вечер. Ну что ж, мукбанг-эксперимент. Желаем хорошего настроения. Мукбанг-эксперимент. Пью иван-чай. Первый раз. Со вкусом земляники. Попробуем. А запах... Помните, как в рекламе 90-х годов? А запах... Ну, как есть, как у меня. Об этом говорил. Ну, как вы говорите, если это так. Мы же не можем обманывать, правильно? И у меня такой... Ну, не шаверма. Шаверма тоже не выглядит, как шаверма. Это лаваш обычный. Там в нем варенье казахское, малиновое. И вареная сгущенка казахская. Так что вот такой... Сладкий. Сладкое. Мы же расскажем десерт. Десерт такой. Ладно. Вот это подкрепится сладеньким, правда? Как там? Попало еще или нет? Нет. Да нет. И попало еще. Ну, там, ближе к середине. Так надо было на всю. На всю будет растекать. Не будет ничего растекать. А, ты имеешь в виду, что питается? Конечно. Ну, чтобы питался на какое-то время, правильно? А времени совершенно мало. Непонятный вкус пока. Но очень вкусно. Непонятный вкус? Нет. Ну, вкусно. Ну, потому что молочное смешали с вареньем. Да-да, надо попробовать просто, без всяких добавок, просто попробовать иван-чай, пакетик чая купить. А, ты имеешь в виду, что вкус чая не определить? Угу. Угу. Ну, такое, такое, такое растение, значит. Пахнет вкусно, а вот вкус не определить какой. Кстати, он полезный. Начнем с того, что это растение. Иван-чай. Да. На России только иван-чай пили, потому что другого чая не было. У нас в России не растет свой чай. Как не растет? Ну, потому что чай растет в Грузии, в Азербайджане, в Армении. А, такой-то чай листовой? Вообще чай. Чай – это кустарник. Не с этого. Правильно? Листовой. Листовой – это тогда, когда листики уже снимаешь. И, соответственно, уже, это самое, высушиваешь, ну, определенная температура сушки листьев. Вот. И потом он превращается в черный чай. А зеленый – в зеленый. Иван-чай узколистый. Иван-чай – кипрей узколистый. Или Копорский чай. Угу. Вон он. Угу. Цветы показаны. Да, он, мне кажется, растет везде. Да, он везде растет. Даже в городе может расти. Вот. Конечно, не на асфальте он будет расти. А там, где нет асфальта, он растет. Очень красиво растение. Его, когда много, он, это очень красиво, такая розовая, покрывается полянка. Очень красиво. А кое-комуẹ. Угу. С تع치를. Угу. 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 Продолжение следует... Копорка. Копорье. Да. Местечко есть в Копорье. Очень старинное название. Так же как Ладога. Местечко Ладога. Где старая Ладога, новая Ладога. Название Копорского получил по названию местности Копорья. В Петербургской губернии, которая стала центром производства Копорского чая. И его торгового распространения по всей России и Европе. Его получали заваривали листья растения после их ферментации и сушки. А почему мне написали, что на Руси этот чай пилит? Основной медонос. Мед прозрачный и с легким вкусом. Мед прозрачный. С легким вкусом. Мед прозрачный. С легким зеленоватым оттенком. За счет ярко-зеленой пыльцы. Как там? Вкусно? Да. То, что я сделала. Да. Вкусный чай, понравился. Вкусно, полезный. Молодые листья, пригодные для салатов и супов. Вот так. Ну вот, видишь, и такой чай. Угу. Не для супов и для собачек. Угу. Размер. Волокно, получаемое из стеблей, можно использовать для изготовления веревки и грубых тканей. О, ничего себе. Значит, эти, эти самые, иван-чай использовали для изготовления вот этих тканей. Они вот все же ткалии сами, земля. Стебли, пригодные для доставления, изготовления строительных и изоляционных плит. Леточки семян можно использовать для набивки матрасов. Угу. Такое полезное растение. Да. И полезное, и вкусное, и здоровье полезное. Угу. Да. Для человека. Да. Вкусный чай. Ну, это вот щупи. 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 Ну. Щупи. Да. 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 Угу. Угу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...